Ну здравствуй, здравствуй, мой дорогой зритель! Я знаю, ты очень сильно ждал очередное видео, и это случилось. Мы приехали на место заброшенной церкви. Это церковь иконы Божией Матери и Знамения. Расположено оно в урочище Жукова, близ Старого Оскола. Его оставили из-за того, что на этом месте должно было расплескаться водохранилище. Но так как особо не затопило, то церковь осталась. И чем же необычна эта церковь? Да почти всем. Это тоже памятник архитектуры, это 1700-е годы постройки. Чуть дальше мы можем увидеть табличку, там будет где-то на главном входе, на западной части, о том, что это здание построено в таком-то году. Ну, в общем, все увидите. Смотрите, какие решетки на окнах. Просто, блин, обалденные. Это вот у меня видео есть с церковью каменной, где-то в районе Алексеевки. Вот там тоже самое. Мы видим укрепление аркатурного пояса. Вот так как она выглядит внутри. Круто. Конечно, она не такая большая, как церковь в Алексеевке. Но, тем не менее, чем меньше кислорода, тем больше уюта. Ну, как-то так. Здесь у нас алтарная часть. Можно увидеть остатки небосводного купола. На оконных храмах можно увидеть лепнину, сохранившуюся. Также нарисованы иконы. И здесь, кстати, по всему периметру здания в нишах положены иконы. То есть, верующие приходят и оставляют здесь иконы. А в алтарной части мы можем наблюдать оставшиеся части отделки окон. То есть, поверх оконной рамы накладывался еще вот такой рисунок. Как будто он выливался из готовой монолитной формы. То есть, прям ровные, четкие линии. Просто сделать так сейчас, ну, конечно, сложно. Но это требует очень больших усилий. К сожалению, из-за влияния погоды и каких-то необъяснимых человеческих факторов, которые влияют на состояние икон, состояние внутренней отделки здания, мы не можем прочитать, кто изображен на иконах. Мы можем лишь видеть очертания. И на этом все. То есть, большинство из этих икон, они просто шедевральны. Это памятники не только архитектуры, это памятники живописи, да, живописи. Но, тем не менее, это все утрачено. Восстанавливать по каким-то библейским канонам, это все очень сложно. И, возможно, даже невозможно. Также это относится и к отделке окон. Все просто изумительно. Все как под копирку. Но, тем не менее, это никому не нужно. И лишь нам остается только наблюдать то, как это все разлагается, уничтожается. Но здесь самое главное не положить руки, а идти и снимать дальше. Потому что, если я не сниму сейчас, завтра этого может не быть. Просто возьмет и исчезнет. Ну, не просто так, конечно. Кто-то поможет этому. Но, тем не менее, нужно двигаться дальше. Всему приходит конец. А здесь мы приближаемся к западному входу. Все изукрашено фресками стены, потолок. Тут же мы можем наблюдать проход на колокольню. Мы туда еще поднимемся чуть попозже. И здесь у нас икона Иисуса Христа. И, кажется, Дева Мария. Да. Выйдем в западный вход. Или выход. Смотрим, чем он у нас является. А вот эта самая табличка, гласящая о том, что это церковь иконы Божией Матери Знамения, расположенная близ урочища Жукова. И вот так выглядит колокольня вместе с западным входом. Посмотрите, наверху необычный крест. Крест. Или, может, это не крест даже. Ну, в общем, что есть, то есть. Торчащие арматуры, говорящие о том, что здесь было продолжение входа. То есть здесь еще был какой-то, какие-то стены. Нам остается лишь только догадываться о том, что здесь было. Ну что ж, вернемся ко входу на колокольню и попытаемся туда зайти. Очень узко. Я даже как-то побаиваюсь сюда подниматься. А вот и ступеньки заканчиваются. К сожалению, выше мы не можем подняться, потому что в цели безопасности, скорее всего, отрубили. А вверху нажитет крепление колокола. Вот такое. Пройдемся еще раз по всей церкви. Заснимем то, что мы, возможно, не увидели. Может быть, вы увидите здесь что-то необычное. Что-то такое, чего нельзя увидеть при просмотре с первого раза. Вот такая отделка. Вот такая церковь. За алтарной частью мы видим крест. Возможно, здесь могила какого-то священника, который здесь служил. Это алтарная часть. Тут тоже какая-то яма с кусками дерева. Чуть не провалился туда. Вот так алтарная часть выглядит. Восточная часть церкви снаружи. Но в конце видео я сделал необычную бонусную часть такую. Немного повеличил такие необычные места в церкви. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. И спасибо за просмотр. Ну а если ты не подписан на мой канал, то подпишись обязательно. Ведь впереди ждет еще много всего интересного и необычного. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»